Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Сегодня короткая тема, но очень важная тема! Многие заказчики задают один и тот же вопрос. Как сделать правильно котлован для строительства подпорной или просто стены? Можно ли ставить камни прямо на грунт? Перед тем, как приступить к строительству подпорной стены, вам необходимо вырыть траншею или котлован. Допустим, у вас есть косогор. Вот он идет под углом. Как вам надо сделать котлован под косогором? У нас здесь будет подпорная стена. Вот она, стенка. Мы ее поставим под определенным углом, чтобы она ложилась на ту сторону. То есть, терраса, которая просто будет держать, как я держу этот воздух, она будет держать вот эту землю. Что для этого нужно? Выдолбить, достать твердую почву. Но если ее нет, то углубиться, насколько это возможно. Какое должно быть углубление? Конечно, до твердой почвы. Вы уже на месте смотрите, насколько глубоко копать. Если под вашей стеной камень, ну, скажем, скала, если у вас там, вот как у нас паспура, и мы дошли до нее, это твердая почва. Но если у вас песчаная почва, земля, глина, конечно, вам нужно заливать бетон потолще. Можно ли класть камень без бетона? Конечно, можно. Если у вас твердая почва, то вы на скалу прямо кладете камень, и еще делать строительные швы через каждые 10 метров, чтобы эта конструкция играла. Особенно, когда холодно, особенно, когда промерзает грунт, всю каменную подпорную стену рвет, если у вас нет строительных швов. Поэтому рассчитывайте приблизительно, чтобы через каждые 10 метров был строительный шов. Каким образом мы делаем котлован под подпорную стену? Смотрите, у нас котлован не вырыт ровненько, как они делают. Он не вырыт вот так. Он сделан. Вот. Должен наклончик у него быть на косогор. То есть, внутренняя сторона должна быть опущена на 10, а может, до 15 сантиметров. Зачем уклон подошвы? На эту стену идет давление. Давление с другой стороны. А еще, если вы не наделали отверстий, через которые вытекает вода. А еще, если вы не каменистый грунт совместно с землей, а просто земляной грунт. И с той стороны, после хорошего дождя, грунт становится, как жижа. И эта жижа давит на вашу стенку. Понимаете? И все это начинает сползать. Ведь на самом деле случаев разных очень много. Поэтому положено делать подошву по технологии. Так, как я говорю. Вот он, посмотрите. Он идет наклончик. И потом мы уже заливаем бетон. И он будет четко, твердо стоять. Это касается всех бетонщиков или каменщиков. Не важно, из чего у вас стена или подпорная стена. С камня или с бетона. Вы часто спрашиваете, какой фундамент, а как это сделать, как это сделать. Вот вам, как необходимо сделать. Это общее правило. Не так, как некоторые делают. Допустим, или габионы, или стенки. Она не смотрит туда. То есть, если она смотрит на косогор, это нормально. Но если стена ваша вывернута, наоборот, в другую сторону, это уже не нормально. Так же сама земля, почва, все играет, все играет. Поэтому делаем уклон на косогор. Что касается отсыпки скального грунта или отсыпки щебня, нужно ли это? В зависимости от случаев. Но в основном, да. Если вы сделаете даже самую мелкую отсыпку, но так, чтобы не утрамбовывать, насыпали слой крупного щебня, и сверху еще насыпали. И это уже дренажная система. Через нее выходит вода. Это хорошо, потому что по ту сторону откоса не образуется жижа. Ведь на самом деле жижа в виде желе давит на подпорную стену. Поэтому предварительная отсыпка щебнем, и потом, чтобы залить бетон, она просто необходима. В разных случаях по-разному. В нашем случае мы не делали отсыпку со щебня, потому что почва очень твердая. Мы не могли углубиться на то расстояние, которое необходимо. Если, скажем, мы сделаем отсыпку с камня, и зальем бетон, он уже будет выше земли, и это будет видно. А люди стараются спрятать бетон, чтобы его не было видно. Потому что бетон говорит о современности. Более ценится камень. Это полезное видео для каждого из вас. Поэтому, мастера, стройте из камня, смотрите наши ролики и зарабатывайте. Если вы будете строить так, как мы вас учим, вам никогда никто не скажет, что вы что-то делаете неправильно. Для того я и обучаю вас, чтобы вы учились зарабатывать вместе с нами. Стройте из камня, заходите к нам на сайт, также смотрите наши истории состоятельные люди. Мы ждем от вас серьезные предложения, и мы приезжаем в ваш город, в вашу страну, и начинаем работать, начинаем строить, жестко строить. Спасибо за просмотр!